Девчонки, всем привет! Не удивляйте, что я в шляпке, вы теперь будете у меня часто видеть шляпки, и таким образом я борюсь с облысением. В общем, вы будете у меня все равно спрашивать, почему, потому что я буду снимать видео на эту тему, в общем, как с этим бороться, как отращивать волосы, поэтому скрывать, я считаю, что нет смысла. Вот, поэтому скажу так, у меня, вы знаете, кто меня смотрит, то есть была операция гамма-нож, и после нее, ну, это последствия, то есть место, где, куда направлялись лучи, оно теперь лысое. Показать вам пока я не готова, вот, ну, скажу так, место довольно большое, вот такое вот, наверное, без волос, поэтому я вот таким вот образом буду скрывать это место, и у меня есть девчонки-блогеры, с которыми, как бы, я общаюсь в чате, ну, в общем, вы все их знаете, их много, они все хорошие, вот они меня очень здорово поддержали, помогли мне морально, вот, посоветовали много разных вещей, как вообще, ну, действительно, бороться с этой проблемой, вот. Я вам очень благодарна, девочки, если вы смотрите меня. К чему я? Ладно, давайте не будем о плохом, действительно. Это я просто вам сказала, что сейчас у меня будет много разных шляпок, чтобы вы не спрашивали у меня, почему я все время в шляпках. Вот, у меня, кстати, Даша Вязовых, она тоже живет у нас в районе, она тоже видеоблогер, у нее девочка, 8 месяцев, тоже снимает видео. Вот она мне говорит, Танечка говорит, я тебя научу, в общем, как делать разные прически, поэтому надеюсь, что я еще похожу зеленые волосами, но потом когда-то, естественно, когда отрастет, мне придется их обрезать. Ну, ну, да ладно, вот. Сегодня, сегодня у меня очень-очень много разных дел, и я хочу взять вас с собой. Какие это дела? Я сейчас еду в офис на работу, у меня девчонки, как мои подписчицы, как и мои просто знакомые, просто какие-то люди, которых я не знаю, заказали продукцию ЛРовскую, соответственно, я сейчас еду делать заказ, а потом отправлять им. Сейчас я приехала на новую почту, у меня пришли посылки, и я вам сейчас покажу, какие. Одна там наклеечка, вот знаете, да, вот эти вот блестящие такие, вместо татуировок, как бы для лета вообще идеально, и я хочу поэкспериментировать. Вот сейчас я ее получу, еще там что-то получу, я уже забыла. Вот, и вам буду сейчас показывать. Девчоночки, посылку получила, сейчас буду открывать. Самое интересное. Там целый листочек с этими наклеечками. Ну, я даже не знаю, куда я их буду на себя клеить. Так звучит клеить. Вот. Вот такие вот татушечки. Ну, вот перышко, вот это вот, я хочу, наверное, куда-то сюда. Не знаю, в общем, не знаю. Еще не придумала, но в любом случае вам покажу. Вот этот вот ласточка. Вот этот вот мне нравится там, наверное, как он правильно называется. Ловец снов. Ну, скорее всего, не знаю точно. Ну, мне так кажется, вот бесконечность. Стоило это, по-моему, 90 гривен или... Нет, 99 плюс пересылка. Вот. Но мне кажется, это того стоит. Я, конечно, не знаю, насколько это качественно. Я попробую и вам в Инстаграме покажу, напишу, в общем, свои впечатления. Поэтому, кто на меня не подписан, если интересно, подписывайтесь. Вот. И вторая посылка. Девочки, если честно, даже не помню от кого. Потому что я заказала еще перед морем. Потом мы уехали на море. И неделю, неделю лежали эти посылки. Я уже не помню. С памятью, конечно, у меня трабл. Вот. Ого. Запаковано. Я даже ключом, наверное, и не порву. Я не знаю. Это надо что-то острое совсем. Блин, ну любопытство меня одолевает. А, все, я поняла, что это. Я вот тут чуть-чуть разорвала и поняла, что это. Это я заказывала для заморозки пакетики. Во. Потому что в магазине, которые, в общем, продавались. Ого, для заморозки. Что-то я, по-моему, не то заказала. Это такие малявки, короче. Я чуть-чуть перепутала. Я, в общем, заказывала пакеты для заморозки. Фруктов, в общем, продуктов. И я не посмотрела. Я думала, это в сантиметрах, а это в миллиметрах. И вот такие вот теперь у меня будут маленькие пакетики. Я не знаю даже для чего. В общем, разную какую-то мелочевку буду складывать. Я вообще верю в то, что не происходит ничего просто так. Если так произошло, значит, они мне понадобятся для чего-то. Сто процентов. Ну, ничего. В общем, вот такая я невнимательная. В следующий раз буду внимательной. У меня их тут, вот видите, очень-очень много. Очень много, что с ними делать. Солить, что ли? Вот. Вот. В общем, не знаю. Буду туда что-то складывать. Ну, ничего. Вот. Ну, все, я мчу в офис. Там я, кстати, должна сегодня встретиться с Натали. Это когда-то была подписчица, в общем, моя. Стала такая очень хорошая знакомая. Мы вместе работаем. Такая хорошая очень девочка. Мне она нравится. Ты что, забыл? Я тебя давно не видел. Так. Это Александр. Это Александр дома. Вот он, да. Так, а это Натали. Моя Натали. Давай же. Фокусируйся. Есть. Фокусируй. Мы тут все собрались. Доченька Натали. Вообще, как для подружечки. Вот. Мы тут все собрались и делаем заказы. Делаем заказы. Потом я... Учим делать заказы. Мы уже умеем. Онлайн. Я, например, все делаю через онлайн. Да. Отсюда приезжаю забирать. Так что не надо наезжать. Вообще, у нас тут весело. Все застеснялись камеру. Было весело до того, как я не нажала кнопку старт. Да. Ну ладно. Да, старт точно. Старт было видео. Да, кстати. Я ж вам не похвасталась своими часами. Вот они. Это за быстрый старт. Закрытие месяца. Сегодня аншлаг. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Настроение отличное вообще. Сейчас общалась, можно сказать, со своими сотрудниками. Они всегда поднимают мне настроение. Очень классные ребята. Сейчас я еду на встречу с Андреем, с мальчиком, в общем, с парнем. Он мне помогает разбираться с Вегасом, Sony Vegas, в программе, в которой я монтирую. Я в технике профан такой, что просто вообще, если бы не он, я бы с Вегасом, конечно, не разобралась. Да, в Ютьюбе очень много, очень много таких уроков. Но какие-то вещи я хочу узнать, но я не знаю, как их найти. В общем, я не могу найти в Ютьюбе, поэтому обращаюсь к Андрею, он мне помогает. Вот. Сейчас он мне тоже поможет в одном деле, надеюсь. В общем, скажу ему. Кое-что хочу там при монтаже, чтобы где-то что-то выскакивало. Ну, вообще, чтобы был монтаж более яркий. Надеюсь, он мне в этом поможет. Сейчас я вам буду показывать то, что мне заказали девчонки. Много чего такого, смотрите, огромный пакет. Сейчас буду показывать. Первое это Zegard. Это вот тот самый аппарат, который я вам как бы показывала, и каким я пользуюсь, и моя семья. Вот. И у меня подписчица, в общем, девочка заказала его. Его заказала, потом, сейчас покажу, вот такую вот коробочку, в которой находится полностью весь набор наноголда. Наноголд это крем, уходовая косметика. Нос чешется, пить буду. Уходовая косметика. Тут 4 продукта. Ночной крем, дневной крем, молочко и тоник. Сейчас я вам покажу. Вот. В общем, это очищающий крем. Вот такой вот он. Тут 150 миллиграмм. Потом молочко. Ой, не молочко, это тоник. Тут тоже 150 миллиграмм. Вот такой вот он. Красивая такая упаковочка. Потом ночной и дневной крем. Открывать не буду, потому что все-таки не мое. Хотя, не, подождите, оно что-то... Не, не буду. Все-таки не мое. Вот. В общем, вот такой вот наборчик уходовой косметики. Он идет... Тут, получается, 4 продукта. И сверху есть такая вот, чтобы ничего... Ну, с воздухом. Такой пакетик с воздухом, чтобы ничего не помялось, не разбилось. В общем, продумали. И, помимо этого, она еще заказала тоник. Не, не тоник, а другая девочка. Бибишечку. Бибишечку из линии Colors. Здесь получает самый темный бибикрем. Он, кстати, сейчас тоже на мне. Он мне очень нравится. Вот. И я думаю, ей тоже понравится. Это заказала девочка. Она живет под Киевом. Поэтому мы с ней встретимся лично. И я ей отдам. Но, помимо всего этого, я презентую ей как подарок. Потому что заказ большой. Подарки я люблю делать. Я считаю, что это правильно. Я ей презентую один вот такой вот очищающий гель. Гель под Зейгард. Вот. Это я купила для себя, для дома. В общем, для мужа, для себя. И вот, как бы в наборе три штучки шло. И один подарю ей. Потому что, ну, я уже объясню, почему. Вот. Это один заказ. Следующее. У меня девочки заказали, получается, легкий крем. Из линии Росин. Вот. Для лица. Не, не буду тоже открывать. Она так все запаковано. Вот. Потом концентрат. Это тоже, тут, получается, алоэ вера 90%. Мне он очень помогает. Он и от ожогов, и он просто увлажняет очень здорово кожу. И кожу не только лица, а вообще где угодно. Он не предназначен только для лица. Его можно использовать вообще во многом. И детям можно. Потому что здесь 90% алоэ вера. Это уже идет огромное-огромное увлажнение. Вот. Потом алоэ вера крем для век. Вот. Такая вот маленькая такая упаковочка. Тут 50% алоэ вера. Тоже очень здоровское увлажнение. Вот. Что еще? Это у нас подарки. Также девочка заказала пауэрлифт. Это крем с, как он, в общем, с подтягивающим эффектом. У меня такой есть. Я очень им довольна, реально. Потому что, понятно, что им нельзя пользоваться каждый день. Он идет там на, ну, два раза в неделю. Можно три или раз в неделю. В общем, тогда, когда вам надо, чтобы лицо было идеально. Он очень здорово подтягивает. Когда идете на свидание, когда едете на встречу или... Ну, в общем, так, чтобы выглядели на все миллион долларов. В общем, вот этот крем в помощь. Вот. И что еще? У меня на ВКонтакте, у меня есть группа. Там был конкурс. В общем, моя подписчица сделала конкурс. Она создала этот канал. Не канал, а эту, получается, группу. Группу ВКонтакте. И она там время от времени разные конкурсы устраивает. Ну, а я их финансирую, можно так сказать. И вот эти две, как бы, от того, что вас еще там немного, и не все принимали участие, приняло участие две девочки. И две девочки, естественно, получают призы. За то, что разместили фотографии своих семей. Вот. Одна девочка, мама, в общем, скоро почти шести мальчиков. В общем, пять мальчиков, представьте, в семье. Скоро будет шестой. Вот. Она из Белоруссии. Она сама блогер. И я ей, в общем, сейчас буду отправлять посылочкой в Белоруссию. Крем для лица детский. Вот. Тоже на Алоэ Вера. Я своему малышу лицо, на лицо ему наношу, на личико. Очень довольна им. Он очень здорово пахнет. Еле-еле, но такой приятный. Потому что вообще детская линия, вообще, что мне нравится в линии Алоэ, она без отдушек. Запаха нету. Это очень классно. И другой девочке, которая второе место заняла, она здесь живет в Украине. Я тоже сейчас буду отправлять ей зубную пасту. Зубная паста для четлывых зубив, в общем, для десен. Тут 40% Алоэ Вера. Вот. Очень тоже классная паста, но ее надо использовать только на ночь, потому что она десна успокаивает, лечит. Она без фтора и без эффектов, там, трещинки не клеит на зубиках. Потому что есть у нас в этой линии еще сильвер. Вот сильвером я утром пользуюсь, а этим обязательно на ночь. И самое классное, этой пастой можно пользоваться и деткам. Так как нет фтора, с трех лет уже можно использовать эту пасту. Но это еще не все. Я очень люблю делать подарочки, такие презентики, я уже говорила. Большому заказу, естественно, будет большой подарочек. А маленьким заказиком я сделаю такой вот. Здесь пробнички, в пробничке, по-моему, 2 миллиграмма. Здесь парфюмированная вода. Каролина Куркова, летний запах. Я думаю, что понравится. В общем, девочкам тоже в посылочке положу. Также положу еще крем Nano Gold. Это 30+. Очень кайфовый с протеинами шелка, с золотом. И также положу еще вот Power Lift. Тот, который я говорила, что можно использовать, когда идете на свидание или куда-либо, чтобы лицо вообще сияло. Также у меня еще есть пробничек дневного ночного крема Aloe Vera. Он с 50%, то есть он очень хорошо питает. Это у кого сухая кожа. И здесь у меня есть пробнички Power... Нет, это у нас Nova Pure. Это шампуньки. Шампунь и бальзам. В общем, сейчас разложу девчонкам такие подарочки, кому что попадется. Даже не знаю, я так просто. Надеюсь, им понравится. В общем, пошла на почту. Девчонки, представьте, приехала на новый почтой на эту почту. Короче, хотела же отправить детский крем и пробники. Вот. А мне сказали о том, что в Беларуси, то есть ограничения вообще нельзя такое отправлять. Ни крема, ни ничего. Это считается, короче, хилей. Девчонки, была на рынке. Купила стаканчик черной смородины, стаканчик красной смородины, огурцы, бурак, буду варить зеленый борщ, борщ, щавель, 30 яиц. В общем, для салатов и для борща морковка, перчик, 2 килограмма помидоров, очень сладкие. И кусок наста, свинину давай сейчас пожарю, с грибами. Грибы и лук, и мясо. У меня муж очень любит такие вещи. И зеленый борщ сейчас сверганю. И вы у меня спрашивали очень часто, во что я одеваюсь дома. Сейчас покажу во что. Итак, что я одеваю дома в основном? Это или что-то спортивное с майками, или там с футболками, или это джинсы. Это джинсы, как вот эти, например. Обычные, чуть-чуть рваные, летние джинсы. Вот. И одеваю футболку или майку. В данной ситуации эта майка такая хлопковая. Самая обычная, домашняя. Я расстегиваю пуговки. Вот. И вот так хожу дома. То есть у меня супруг обязательно обратит внимание на расстегнутые пуговки. Я делаю вид, что это случайно. Вот. И как будто бы сразу застегиваю. В общем, такая женская хитрость. Вот такой вот получился влог. Девчонки, я не знаю, снимать такие влоги или нет. Ничего полезного в них вроде бы нет. Вот. Они просто о моей жизни. Сейчас я еще и без детей. Я вообще с ума схожу. Не знаю, куда себя деть, куда поехать, что делать. В общем, не знаю, уборкой заниматься, готовить. Или, ну, то есть, не знаю, не могу себя найти без детей дома. Вот. Поэтому, не знаю, какой-то самбурный такой влог получился, наверное. Вы мне напишите, стоит или нет, чтобы я просто знала. По вашим лайкам я пойму, да или нет. И в комментариях можете прописывать. Подписывайтесь на меня в инстаграме. Там появляется все в первую очередь. А потом только выходит на канал. Поэтому будете в курсе событий, если интересно, конечно. Также у меня есть группа ВКонтакте, которую создала моя подписчица. И мы ведем с ней эту группу вдвоем. Поэтому подписывайтесь. До новых видео. Пока-пока. Была рада вас видеть. Субтитры сделал DimaTorzok